Как выглядит Кремль без 14-го административного корпуса, можно будет узнать уже сразу после майских праздников. Будет открыт доступ в парк, который появился на месте демонтированного здания. Исторической ценности оно не представляло, а вот на его месте археологи нашли массу интересного. Александр Лякин оценил артефакт и новый облик главного архитектурного памятника Москвы. Совсем недавно соборы московского Кремля с этого ракурса были не видны. А теперь прямо между колокольней Ивана Великого и Спасской башней разбит парк, куда скоро может зайти любой желающий. Этот обширный участок территории Кремля включен в экскурсионный маршрут. Пройдя вдоль Ивановской площади мимо царь Пушки и царь Колокола, посетители московского Кремля могут зайти в этот сквер, где совсем недавно стоял 14-й корпус Кремля. Здесь располагалась администрация президента. А еще раньше на этом месте были два монастыря – Вознесенский и Чудов. 14-й корпус занимал почти все это свободное пространство площадью больше, чем полтора гектара. Те, кто давно не был в Кремле, не сразу и узнают это место. Несколько месяцев здесь велись работы по демонтажу административного здания, построенного в 30-х годах при советской власти на месте снесенных монастырей. А параллельно шли археологические изыскания. Уникальную возможность провести такие работы буквально в нескольких метрах от Спасской башни археологи пропустить не могли. В 1934 году здесь было создано огромное административное здание. Первоначально здание военной школы имени ВЦИК. Вместе с монастырями большевики снесли и Малый Николаевский дворец, который был официальной московской резиденцией российских императоров. Фундамент этого здания прекрасно сохранился под прочным слоем советского бетона. Цокольное помещение, подвалы. Как и многие поздние постройки, вот эти подвалы имеют очень хорошую сохранность. Здесь, в отличие от фундаментов 17 века, вы видите все конструктивные детали, проемы, окон. Дворец неоднократно перестраивался, а в 17-м году сильно пострадал от огня артиллерии, который велся по нему и по Спасской башне с нынешней Котельнической набережной. Ну а в 29-м году он был полностью уничтожен. Что было внутри вот этих подвалов, конечно, никто никогда не видел. Мы впервые, вы, можно сказать, первый раз увидеть, что же было внутри Малого Николаевского дворца. Мысль о восстановлении хотя бы части исторических построек буквально витает в воздухе. При этом надо учитывать, что Кремль уже более четверти века включен в список всемирного исторического наследия ЮНЕСКО. В любом случае, любые действия на территории Кремля подобного рода, они требуют достаточно серьезных международных согласований, в том числе с ЮНЕСКО. О том, что под этой травой и дорожками фундаменты нескольких исторических зданий говорят только стеклянные навесы, закрывающие технические входы в подземную часть. Они нужны, чтобы сюда в любой момент могли вернуться археологи. При этом гости Кремля могут и не знать, что внизу, возможно, продолжаются раскопки. К этому моменту найдены десятки предметов обихода, в том числе относящихся к 12 веку. Например, редкие железные стержни для письма и византийские браслеты, рассказывающие о городской моде того времени. Эта мода имела массовый характер с конца 12 века, но в Москве мало участков в культурном слое 12 века. Поэтому такое обилие, у нас несколько десятков этих браслетов из наших раскопов, это очень важный штрих к истории ранней Москвы. Пока идет подготовка к Параду Победы, вход для туристов в Московский Кремль закрыт. А вот 10 мая новая территория откроется для свободного доступа. Кстати, выйти из Кремля можно не только через Кутафью башню, откуда начинаются все экскурсии, но и через Пасху, мимо нового сквера. Во-первых, так экономится время туристов, которым не надо идти обратно в сторону Александровского сада, а можно сразу попасть на Красную площадь. Ну а во-вторых, многим просто интересно пройти через самую знаменитую башню Московского Кремля. Александр Лякин, Николай Сысоев, Ирина Инчаева, Первый канал.